Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Искусственный интеллект, одна из тем достаточно пугающих и научно-фантастичных для захватывающих сегментов на ТВ. Излюбленная тема утренних шоу. Но в то же время ИИ столь сложен, что его легко представить в ложном свете. Он может стать революционным и даже опасным для человечества. Но так ли это? И если да, то что нам с этим делать? Эти вопросы столь важны, что мы захотели найти кого-то, кто мог бы дать четкий ответ. Илон Маск показался как раз таким человеком. Маск думал об ИИ и беспокоился о нем большую часть своей жизни. Почти 10 лет назад он помог основать некоммерческий исследовательский проект OpenAI, смысл которого заложен в названии. Если у нас будет искусственный интеллект, что по-видимому так, ему следует быть открытым, открытым миру. Это помогло бы гарантировать, что он используется во благо, а не во зло. Такой была идея. Но шли годы, и Маск переключился на выстраивание пары огромных компаний. SpaceX и Tesla. А OpenAI перешла другим владельцам. На данный момент OpenAI больше не открытая, не коммерческий исследовательский проект, посвященный использованию ИИ на благо человечества. Теперь это коммерческое предприятие, финансируемое Microsoft и контролируемое в некоторой степени демократической партией. Илон Маск считает, что это проблема. Более того, он считает, что это угроза всему человечеству. Равная, а может даже и более страшная, чем термоядерное оружие. Разговор, который вы сейчас увидите, состоялся недавно в гостиничном номере в Лос-Анджелесе. Мы считаем его достаточно важным, чтобы показать его вам целиком в течение сегодняшнего и завтрашнего выпусков. Вот начало нашей беседы. ИИ теперь повсюду. Те, которые толком и не знали, что это, играют с этим на смартфонах. Это хорошо или плохо? Да, я думал об искусственном интеллекте уже давно, еще с учебы в колледже. Я считал его одной из тех вещей из четырех или пяти явлений, которые кардинально повлияют на будущее. Это фундаментальный переход в том смысле, что умнейшими существами, насколько мы знаем, на Земле являются люди. И это наша определяющая характеристика. Да. Мы, очевидно, слабее, чем, скажем, шимпанзе и менее проворны. Но мы умнее. Итак, что случится, когда нечто намного умнее самого гениального человека появляется в кремниевой форме? Очень трудно предсказать, что произойдет в таком случае. Это называется сингулярностью, как сингулярностью черной дыры, потому что неизвестно, что будет дальше. Трудно предсказать. Поэтому, я думаю, надо быть осторожными с ИИ. И нам следует... Думаю, должен быть государственный надзор, потому что это влияет... Это угроза для общества. А когда есть вещи, опасные для общества, скажем, еда и медикаменты, вот для чего администрация по делам продовольствия и медикаментов, и Федеральная авиационная администрация, и ФССИ... У нас есть эти агентства для надзора за вещами, которые затрагивают общественность, где может быть общественный вред. Ведь никто не хочет, чтобы компании срезали углы в безопасности. И в результате страдали люди. Вот почему я уже давно являюсь убежденным сторонником регулирования ИИ. Регуляция, по моему мнению, это... Ну, знаешь, не очень весело попадать под регуляции, но это... Не непосильный труд соблюдать регуляции. У меня большой опыт работы в регулируемых отраслях. Естественно, автомобилестроение строго регулируется. Можно заставить эту комнату всеми правилами, которые требуются соблюдать для выпуска серийных авто, и это только в США. А есть еще совершенно другой набор правил в Европе, Китае и так далее. Так что... Я хорошо знаком с наблюдением со стороны целого ряда регулирующих органов, и тоже верно в отношении ракет. Нельзя, как попало, запускать ракеты, уж точно небольшие. Потому что ФАА следит за этим. И потом, даже чтобы просто получить лицензию на запуск, есть где-то с полдюжины или больше федеральных агентств, которые должны дать добро. Плюс на уровне штатов. Так что... Я прошел через столько ситуаций с регуляторами, с ума сойти. Иногда люди думают, что я такой... Выскочка маргинал в отношении регулирования, что я постоянно бросаю регуляторам вызов, что на самом деле не так. И, знаете, раз в сто лет, очень редко, я не соглашаюсь с регуляторами, но в подавляющем большинстве случаев мои компании соглашаются с правилами и соблюдают их. Как бы то ни было, я думаю, нам надо отнестись к этому серьезно, и у нас должен быть регулирующий орган. Думаю, стоит начать с группы, которая изначально стремится получить понимание вопроса ИИ. Потом запрашивает мнение отрасли, а затем выдвигает проект правил. И эти правила, может, и с неохотой, но, надеюсь, будут приняты крупными игроками в области ИИ. И думаю, у нас будет больше шансов, что продвинутый ИИ пойдет на пользу человечеству в таком случае. Но все правила начинаются с восприятия опасности. Самолеты падают с неба, пища вызывает батулизм. Не думаю, что обычный человек, играющий с ИИ на своем айфоне, ощущает какую-либо опасность. В чем, по-вашему, кроется опасность? Да, опасность... На самом деле, ИИ, возможно, более опасен, чем, скажем, неудачный дизайн самолета, плохой контроль на производстве или выпуск плохих автомобилей, в том смысле, что у него есть потенциал, какой бы малой ни казалась вероятность, но она не нулевая. У него есть потенциал разрушения цивилизации. Есть фильмы типа Терминатора, но было бы не совсем так, как в Терминаторе, потому что сам интеллект будет находиться в дата-центрах. Верно. Робот — лишь исполнительный механизм. Но, думаю, возможно, вы здесь намекаете на то, что правила действительно вводятся в действие лишь после того, как случится нечто ужасное. Да, верно. Если относиться так к ИИ и вводить правила уже после того, как произойдет что-то ужасное, возможно, будет уже поздно их вводить, ИИ может уже перехватить контроль. Вы думаете, это реально, то есть возможно, что ИИ мог бы перехватить управление и достичь точки, когда его не отключить, и он принимал бы решение за людей? Да. Абсолютно. Абсолютно? Да, это определенно то, к чему все идет. Несомненно. То есть, такие вещи, как, скажем, чат GPT, который основан на GPT-4 от OpenAI, компании, где я сыграл ключевую роль в ее создании, к сожалению, еще когда она была некоммерческой. Да. А ведь причина, по которой OpenAI вообще существует, в том, что мы с Ларри Пейджем были близкими друзьями, и я часто гостил в его доме, в Пало-Альто. И я разговаривал с ним до поздней ночи о безопасности ИИ. И у меня сложилось впечатление, что Ларри относился к безопасности ИИ недостаточно серьезно. И что он говорил об этом? Выглядело так, словно он хочет что-то вроде цифрового сверхразума, по сути цифрового бога, если угодно. Как можно скорее. Он хотел этого? Да. Он делал много публичных заявлений с тех пор, что вся цель Google, что называется AGI, универсальный искусственный интеллект или искусственный суперинтеллект. И хоть я и согласен с ним, что есть большой потенциал пользы, но есть и негативный потенциал, и когда появляется радикально новая технология, нужно попытаться предпринять действия, которая максимизирует вероятность, что она принесет пользу и минимизирует вероятность вреда. Да. Нельзя просто «А, будь что будет, давайте просто, ну, мчаться вперед и надеяться на лучшее». Ну и в какой-то момент я сказал «А как нам убедиться, что с человечеством все будет в порядке?» И он обвинил меня в видовой дискриминации. Он так так и сказал? Да. И были свидетели, я был не единственным, кто там был, когда он произнес это. И я такой «Окей, ладно». Да, это так. Окей. Ты раскусил меня. Ну, а ты? Да, я за бедовое превосходство. Попался. И это стало последней каплей. В то время Google приобрела DeepMind, так что на Google и DeepMind вместе приходилось где-то 75% всех талантов в области разработки ИИ в мире. У них, естественно, было невероятно много денег и больше компьютеров, чем у других. Я подумал, «Окей, у нас тут однополярный мир, где есть только одна компания, которая близка к монополии, на таланты в области ИИ и на компьютеры для масштабных вычислений». И человеку во главе похоже плевать на безопасность. Это нехорошо. И тогда я подумал, «Какова полная противоположность Google? Это была бы некоммерческая организация и полностью открытая, потому что Google закрытая и коммерческая». Вот почему слово Open в OpenAI про открытый исходный код, про прозрачность, чтобы люди знали, что происходит. Да. И про то, что мы не хотим иметь... То есть, вообще я не против коммерции, но мы не хотим, чтобы она стала максимизирующим прибыль. Конечно. Демоном из ада. Правильно. Который ни перед чем не остановится. Верно? Так что... Вот как OpenAI получила свое... То есть, вас мотивировала идея видового превосходства, идея необходимости защиты человечества. Да. Просто делать будущее лучшее для людей. Да. Да. Ведь мы люди. Я все спрашиваю, но для тех людей, кто не особо задумывался и не очень знаком с темой, ведь крутые аспекты искусственного интеллекта столь очевидны, может написать за вас дипломную работу, написать стихи о вас, то есть, в нем много веселого и полезного. Но не могли бы вы более точно сказать о потенциальных опасностях? Что он мог бы сделать? О чем именно вы беспокоитесь? Вспоминается древняя пословица «Перо сильнее меча». Что ж, представьте, что есть суперинтеллектуальный ИИ, способный писать невероятно хорошо и оказывать большое влияние, быть убедительным, и постоянно выяснять, как легче всего убеждать людей. И он пишет в социальных сетях, например, Твиттер или, скажем, Фейсбук и других, и потенциально манипулирует общественным мнением очень негативно. Как мы об этом узнаем? Полное интервью с Иланом Маском смотрите на канале Джордан Питерсон Плюс. Ссылка в описании.